Здравствуйте, уважаемые любители винограда! Мы продолжаем съемку с нашего участка, с нашего виноградника, а это микрорайон Таврово-2, Белгородская область. Сегодняшняя тема, что влияет на окрашивание ягод? Почему у некоторых виноградарей ягоды интенсивно окрашиваются, у других ягоды бледные? Но мы сделали для себя такой эксперимент, но эксперимент получился спонтанный, мы его не планировали, но само собой получилось. Сейчас я стою под такими красивыми большими гроздьями, вот это сорт преображения. Часто вижу, что у многих эта форма плохо окрашивается, но что влияет? У нас преображение на участке два куста, один куст на шпалере, а другой куст на частично на шпалере, а частично мы подняли на беседку. И для себя мы увидели большую разницу в окрашивании. Например, этот же куст частично находится на шпалере. И там, где на шпалере ягоды менее окрашенные, они более зеленые. Но эти ягоды, которые сейчас мы вам демонстрируем, они начали уже розовеять. Через пару недель, когда мы снимем отдельный ролик про преображение, мы вам покажем, что эти ягоды, эти грозди, они будут более красные и более интенсивно насыщенные или окрашенные. Итак, вы спросите, а в чем разница, в чем причина? Давайте попробуем разложить все по порядку. Что такое шпалера, что такое беседка? Шпалера, она вертикальная. Вот видите, моя ладошка, вот она перед вами. Солнце встает на востоке и с утра начинает освещать восточную сторону. В обед она в зените, после обеда она уходит на западную сторону. И когда солнце уходит на западную сторону, то листики, которые здесь, они уже меньше видят солнце, меньше света видят, хуже проходит фотосинтез. То есть, на шпалере лист не весь день видит солнышко. Но на беседке, беседка шпалера расположена вертикально, беседка расположена горизонтально, как сейчас вы видите у себя на экране. Лист на беседке с утра до вечера смотрит наверх, смотрит на солнце. Солнышко всходит на востоке, лист видит солнце, в зените тоже видит солнце, на запад заходит, тоже видит солнце. То есть, с утра до вечера листик видит солнце. Вот и ответ. Почему по-разному у всех окрашиваются ягоды? Даже, наверное, вы заметили, когда куст посажен в тени дома, или под деревом, или где-то в углу у забора, окрашивание происходит гораздо хуже. Чем больше света, чем больше солнца, тем окрашивание и набор сахара будет лучше и интенсивнее. Поэтому, уважаемые виноградари, начинающие виноградари, выбирая место, где посадить, где заложить свой виноградник, отдайте кустам самое лучшее, самое солнечное место, где с утра до вечера кусты будут видеть солнце. На нашем канале есть уже ролик, посмотрите, в разделе видео есть ролик, как правильно выбрать место для закладки виноградника. Там много интересного, посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, сейчас мы показываем вам рукава. Здесь мы оставили длинные-длинные рукава, где-то раз больше 10 метров, 12, наверное, метров, только одни рукава. Этому кусту уже, наверное, седьмой год. Запас микроэлементов есть, но посмотрите, все-таки окрашивание здесь разное, шпалера и беседка. Вот вам сравнение. На этом будем заканчивать нашу съемку. Мы обещали каждый день показывать ролик, что-то снимать, но сейчас такая пора, что ягода зреет, нужно реализовать, нужно принимать заказы и так далее. Весь день такой трудный, насыщенный. Постараемся все-таки снимать ролики для вас. Постараемся следующий ролик снять про технические сорта. Те сорта, которые растут на нашем винограднике, двухлеткие, которые уже дали сигнальный урожай. Если понравился вам наш ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Желаем вам хороших урожаев и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!